Я выезжал на гонку в качестве механика Шторман Семен Семенович Яковлев И водитель московский Виктор Первые два дня было, конечно, очень трудно ехать Очень трудно Да и почва была такая с этими скочками И каждый раз я получал креслом под затыльник Такой ощутимый-ощутимый Ну, я был готов к этому, ребята это рассказывали Я вспомнил, как ездил на мотоцикле, как я шлем этот крепил Ну и за подбородок зацепил А, кроме того, подшлемник сползал постоянно на глаза Вот, и потом, когда я одел правильно шлем Застегнул на подбородок Все, стало комфортно ехать Соперники тоже очень здорово подготовились И что-то у нас не получалось Мы, чтобы от них не отстать Семен Семен Семенович принял решение Нас в отрыв отправить Чтобы мы помчались Ну и Володя поехал Мы неслись Вроде бы как отъехали от всех И небольшая дюнка Она высотой С меня, по-моему, всего на всего И, причем, она вот посередине пустыни Ее справа слева можно объехать Она в длину метров десять, наверное И высотой где-то, ну, метра полтора-два всего Почему мы через нее переезжать начали, не знаю Но вот не объехали, непонятно И мы на ней застряли Застряли Мы одни впереди всех И пока мы копались, пока мы выезжали Нас все догнали Все объехали И, ну, тогда Семен Семенович сказал все, что о нас думает Это был год, когда мы получили проблемы по коробкам Были, конечно, случаи, когда они у нас ломались Но вот именно так массово, чтобы мы из-за этого сходили У нас дважды так было Я не помню, какой-то год был Мы сошли С всеми машинами Пять машин у нас было И, по-моему, чуть ни одна не дошла И в этот раз у нас было Три машины И мы тоже Две из них сломались по коробке Из-за коробки Одна машина, это Виктор Московский Семен Семенович Якубов и Гена Иванов Они занимались эвакуацией Мы шли на результат Но сразу же у нас получилось две поломки Это сгорело заднее левое колесо И диск, на котором монтируется скат Он нагрелся до такой степени, что по нему огоньки бежали Была неисправность в тормозной системе Которую мы никак не могли определить Но когда поняли, тогда уже стало поздно Мы уже сошли Очередной этап После старта в Зуирате Мы стартанули И где-то километров сто после старта Пески только-только начинались И мы вот там Машина перестала ехать Понять не могли Это у нас у первых случилось Мы не знали, что произошло Тогда не было сотовой связи Не было спутниковых телефонов Пишем записки о том, что Набираем воду с каждой проезжающей машины Сколько кто может дать В бутылочках Мы в общей сложности набрали где-то 115 литров У нас было воды И написали записку о том, что готовы продержаться до финиша Имеем воду, запас воды Имеем запас еды Мы тогда весь груз экипажный То есть все сумки свои, все возили с собой У нас не было Про облегчение так не говорили И поэтому у нас все было с собой Готовы продержаться до финиша Плюс три дня Пожелали всем удачно доехать Удачно финишировать Кто знал, что за нами там встанут еще Буквально через, там, сколько-то километров Стоял Фердаус Наша задача стала помогать кому-то Кто будет нуждаться Ну и первый нуждающийся был Кабиров Кабиров как раз после Зуэрата Там пески начались И в этих песках у него полетел редуктор Мы привезли им редуктор Сняли старый, поставили новый И он дальше поехал Когда мы это делали Тут приходят с машинами проходящими Приходит записка от Чагина Что все, сломалась коробка Они стоят Мы ночью сидим И слушаем так Гулу слышим Первый во вкус Говорит КамАЗ Говорим, да ладно, кажется КамАЗ Я говорю, да ничего не слышно же На крышу поднялись машины Смотрим КамАЗ, говорит И потом спустились Начали прислушиваться Фонари нашли И точно услышали КамАЗ Его же тогда побежали навстречу Этому КамАЗу По пути Вовка упал Кубарем все полетело Все увидели, когда КамАЗ Из-за Дюна очередной он появился Все, фонарем помахали Он к нам Радость была неописуемая Вот тогда, видимо Родилось-то вот это вот высказывание Семёна Семёновича Мы своих никогда не бросаем Когда они могли идти на результат То есть у них сломалась машина Фердаус, они целые Но они не поехали дальше Они помогли одной машине И потом вернулись за другой машиной Потому что там стоял экипаж И надо было не бросать людей Это пустыня, завирать Там никаких дорог нет Сделать мы там ничего не могли сделать Ну и всё Сломалось, сломалось Как вытаскивать Думали Решили утром Подумать Придумать Её ж развернуть надо было А там песок Там техничка тяжёлая У нас там машина лёгкая была А тут на наше счастье Возвращалась техничка По-моему, Мерседес Вот И он согласился Помочь нам И до асфальта Вытащил Чагина Со старта до Места нашей Поломки Сто километров Мы ехали их, наверное Ну, полтора-два часа где-то А вот нас вытаскивали Они Мы с утра начали Эвакуацию И только к вечеру Смогли добраться До Собственно До Зуирата Увидели в Зуирате Карьерные Самосвалы У которых колесо Ну, с нашу машину было И там Английское владение Правостороннее движение Вдруг мы поехали Неправильно Как-то жутковато было Такая махина идёт По нашей полосе Ещё интересный Такой случай В тот же момент был У нас Всегда Есть Н за деньги То есть На случай Непредвиденный Какая Ну, сколько-то там Сумма какая-то есть Зная Зная, что Вокруг идут Военные действия В общем-то там Это война Мавритания И Марокко Мы решили Эти деньги закопать Приметный такой куст Всё нормально Под ним Выкопал яму Всё закопал Все трое знаем Что вот здесь Утром встали Всё Вещи собираем Зацепились Трогаться Деньги начал откопать Нету Я вспотел Тут же Копаю Нету Вырыл А с вечера Такая маленькая Неглубокая Яма Да Неглубокая яма А тут Ну, вырыл Хорошую яму Докопался И это Ну, вот За ночь Либо я Когда закапывал Показалось, что Просто показалось, что Неглубоко А закопал На самом деле Глубокая Но откапывал Я вспотел Сразу Несколько раз Там мы увидели Этот поезд Самый длинный В мире И Людей, которые Ещё Жульвер написывал Дети Капитана Гранта Что они С этим поездом Возят на Юг Продавать Шерсть Коз Ну, что у них там было Очень даже Интересно было Ну, нас ребята Довезли до посольства Вот В посольстве Мы прожили Несколько дней Пока Весь караван Дакаровский Не прошёл Через Ну, Акшот Вот В том числе И провели Мы там Старый Новый год Старый Новый год Но Я думаю, что Для посольских Это Было тоже Своего рода Как скажем Ну, отвлечение Что ли У них всегда Всё однообразно Там Официальная часть Всё там Потом Посмотрели В друг друга В глаза И разошлись А тут Ещё новые люди И для них Мы были Вот какой-то такой Отдушенный Привет там С Родины Ну, и Старый Новый год Его же никто не понимает За границей Только мы понимаем И мы его В общем-то И проводили И встретили И Клуб В котором Ну, наверное Весь год Никто не бывает Там всё пылью Покрыто Мы эту пыль Встряхнули Немножко И там Первый раз Я, допустим Увидел и услышал Как Сергей Играет на барабанах Вот это было Именно там В Макшоте До финиша Ещё оставалось По-моему Два бивака Смогли отремонтировать И дальше уже машина Двиглась своим ходом Когда мы приехали В этот В Макшот Там Поступило сообщение Что с Фердаусом Беда Тоже сломалась Коробка передач То же самое Одно и то же место Ломалось у всех Мы пытались Отремонтироваться Ну правда Не очень хорошо Первый раз Чуть-чуть Подворили там Посмотрели Как что Тронулось Проехали Несколько километров Опять сломался Потом Уже к третьему дню Ремонта Мы уже получше Покрепче сделали Но это с учётом Сварочного аппарата Там просто надоест Надо было сделать машину Чтобы доехать Как-то выбраться Из пустыни На следующее утро Поехали Выручать Фердауса Ну Песчаная буря Поднялась Раз Потом Ехали мы Против хода Движения Уже Подъезжали К точке Где должен был Фердаус быть Мы не видим Ночь Кажется Всё кругом Нереальное Такое Всё такое Космическое Луна Как Большущий Медный Таз Такая Красно-жёлтая Большущая Песок И мгла Вокруг ничего не видно Свет фар Буквально На несколько десятков метров Всё Дальше Стена Так же Воет Забывает Как Ну как у нас Зимой Они услышали Гул Мотора И Выбежали На горку Фонарём Светили В одном месте Хорошо Остановились Остановились Вышли Из машины Ну я Выпрыгнул Посмотреть Что там Передя Там Обрыв Такой Долго Искали Съезд И они Уже Нас Страховали Мы уже Вдвоём С ними Выехали Из пустыни То есть Так Конка Сложилась Что все Машины У нас Поломались В 98 Году На Дакаре Гонка Для Меня Лично Всегда Была Очень тяжёлой Работой Первые Машины У нас Были Не такие Удачные Как сейчас Вот И поэтому Работа 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 Должно Было Состояться Мастерами Но Произошёл Дефолт Кризис Очень Сильный По нашей Стране И К сожалению Мастерами С 98 Года Отменили Мастерами Мастерами Кризис Мастерами Продолжение следует...